Еще совсем недавно береговая линия в этом районе была свободной для прогулок и отдыха. Теперь же этот берег стал строительной площадкой. Как только начались эти работы, на место выехали специалисты муниципального контроля. Данная информация о том, что ведется самовольное строительство, производится отсыпка береговой полосы грунтом, подтвердилась. В связи с чем было составлено соответствующее обращение, письмо в компетентные органы, приложен весь пакет необходимых документов для принятия мер в рамках компетенции. Сегодня новое руководство города опирается в своей работе на главный принцип. Документы должны проходить все инстанции без проволочек. Устраняется главная причина самостроя – административные барьеры. Самовольное строительство – это тема довольно проблематична на территории города-курорта Анапа. И связано, вероятно, было с тем, что получить, как я уже не однажды говорила, в установленном законном порядке разрешительную документацию было довольно сложно. Но за последние два месяца должна отметить, что увеличилось число обращений за разрешениями на строительство, за оформлением соответствующей необходимой для организации строительства и осуществления документации. Это радует. В то же время не все, вероятно, услышали, что администрация города повернулась лицом к заявителям, к этой теме. Никаких искусственных препятствий для получения необходимой документации нет. Организации, которая занимается расширением пляжа в районе пансионата «Малая бухта», предстоит все-таки получить полный пакет документов для этого строительства. Экологической же стороной проекта занимаются профессионалы, дающие на данный момент положительные заключения. Защита берега была актуальна и в 80-е, и в 90-е годы, когда и был разработан этот проект. А сегодня, с учетом увеличения потока туристов, это стало просто необходимым. Это было крайне важно и необходимо, потому что на отдельных участках высокого берега, особенно вот здесь, это наиболее показательное, где, значит, породы, слагающие коренной берег, наиболее малопрочные, и, значит, берег здесь разрушается с наибольшей скоростью. Вот, поэтому сооружение пляжа в те времена, в первую очередь, должно было не только дать городу дополнительно, так сказать, акватории и территории пляжа, но и защитить берег от разрушения. Сейчас эти работы продолжились. В итоге по проекту должен получиться такой современный рекреационный береговой комплекс, который выполнит сразу две задачи – предотвратить дальнейшее разрушение берега и сделает это место более привлекательным и удобным для туристов. Кроме этого, мы здесь видим, что предполагается, значит, использование этого участка круглогодично. Насколько мне объяснили, в общем-то, вот это сооружение, значит, предназначено для того, чтобы здесь организовать зимний солярий, зимним подогреваемым бассейном. В общем-то, я считаю, это тоже, так сказать, не повредит ни берегу, ни, значит, нашему курорту, а является крайне необходимым тоже элементом для расширения, значит, наших возможностей рекреационного использования береговой зоны моря. Владельцы соседних гостиниц, располагающихся в этом районе, тоже очень довольны. Благоустройство этого пляжа ждали долго. Я являюсь соседом, гостиница у нас маленькая, в общем-то, но то, что здесь делается, мы очень благодарны и, в общем-то, довольны, как соседи, руководству Малобухты, что они здесь делают. Ну, вот посмотрите сами, мало того, что они ублагостраивают пляж этот, раньше здесь был дикий, они укрепляют береговую линию вот здесь вот, чтобы камнепада не было, понимаете. Здесь пуст такой стал оккультуренный, культурный, можно ходить уже без боя с ней. Это все для людей делается. У меня гостиница небольшая, но люди здесь пользуются пляжем, они бесплатно ходят. Все как нормально. И здесь эти местные люди ходят точно так же. Единственный вопрос, который остается открытым, это как ведется строительство. Ведь действительно земля и глина попадают в море. Но провести такую работу и не испачкать руки, говорят строители, просто невозможно. Главное, чтобы ущерб был незначительный. Я вижу, что в данном случае те, кто выполняет работы, они что могли в этой ситуации сделали по максимуму, то есть они предварительно выбрали тот момент, когда погода наиболее благоприятствует проведению работ. Для этого, в общем-то, мне показали, как с помощью программ, компьютерных и прогнозов определялся этот момент времени. Вот далее была подготовлена техника, были подготовлены материалы, была отлита вот эта стенка, которая является частью берегоукрепления и частью, так сказать, сооружения галечного пляжа. Объективную оценку этому проекту дадут уже этим летом тысячи отдыхающих инопчан, которые смогут бесплатно отдыхать на новом пляже. Но это не отменяет необходимость провести все разрешительные документы на строительство в полный порядок уже сегодня. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа. Регион.